Холодное морозное утро, я от всей души приветствую вас на канале «Строим дом своими руками». Сегодня мы будем заниматься подключением газа, но это будет немножко витиевато и своеобразно. Я хочу рассказать, как это было именно у меня, и возможно, кто-то воспользуется моими лайфхаками и сделает подключение газа быстрее, удобнее, экономичнее, и, возможно, мой путь кому-то из вас и поможет. Так вот, история моя началась ровно год назад. Мой сосед, который уже себе подключил газ, сказал, что «Дэн, если ты хочешь в следующем году хотя бы уже задуматься об этом вопросе, то ты прямо сейчас уже должен подавать все документы, чтобы его оформить. Как минимум год ты будешь с этой ситуацией заморачиваться и ее решать». Тогда я еще не знал, что бюрократическая система нашей замечательной страны действительно диктует такие рамки. Посоветовавшись с семьей, мы решили, что пора начинать эти процессы. Первым делом я собрал все теоретические данные. Кто занимается у нас проектами по газу, какие компании и кто именно, что зачем идет, куда какие документы подавать и так далее. Но оказалось все намного проще. В моем случае все прошло долго, но все прошло быстро. Первым делом я позвонил своему другу технику, который возглавляет одну геодезическую компанию в городе. Кадры годовалой давности вы сейчас увидите на своих экранах. Друзья, руководствуясь общепринятой российской поговоркой «было бы счастье, да несчастье помогло», я хочу сказать, что у меня две новости. Хорошая и плохая. Плохая новость – это то, что мне пришлось расстаться с моим замечательным, любимым снегоходом, который я любил очень сильно. Это была моя такая пацанская игрушка. Последняя моя отдушина в пацанском мире, в веселом, где я мог как-то оттопыриваться и отдыхать. Но мы сейчас не об этом, сейчас суть другая. Теперь немножко о хорошей новости. Решил, что деньги надо потратить правильно, и на семейном, так сказать, совете, вот тут сейчас каблук загорится, я понял, что нам необходимо провести газ в наш дом. Я не знаю, смотрите вы это видео зимой, летом, весной, осенью. Начну я с зимы и, скорее всего, закончу этот видос только ближе к лету. Сейчас ко мне едет мой товарищ техник, который отстреляет все это GPS-ом, и, собственно, с чего и начинаются все процессы по оформлению газа. Первым делом это, конечно же, смежевание территории с техплана. Поэтапно я вам сейчас все буду показывать и рассказывать. Если вам несложно, давайте сразу отметим лайком, потому что в конце фильма вы, возможно, об этом забудете. А если вдруг вам фильм не понравится, несложно его и отменить. Мишаня приехал с такой длинной фиговиной, которая является GPS-координатором. Честно говоря, я даже не вникал, как эти штуки называются правильно. Отстрелял мне все точки углов дома, все углы участка. Спросил, где проходит электричество, где газ и так далее, есть ли водопровод. Все это пометил в своем журнале. Если вам интересно, сколько это времени проходит, это приблизительно около 25 минут. Поэтому, если вы приехали на такое мероприятие сами, оденьте что-нибудь потеплее моих ботиночек. Что-нибудь такое зимнее, какие-нибудь валеночки возьмите с собой обязательно. После чего он нарисовал проект и отдал его моему проектировщику. Проектировщику я передал все данные по комнате, в которой будет находиться все газовое оборудование, в котором я хочу, чтобы оно находилось. Узнал, можно ли с такими параметрами комнаты его реализовывать, на что получил положительный ответ. Все здорово. Газ будет в подвале. Конечно, я сразу понимал, что это будет недешево, потому что формирование газовой комнаты, формирование газового оборудования в подвале, это накладывает определенные требования. То есть газоанализаторы, обязательные параметры по подключению и так далее. Короче, есть свои сложности. Об этом, кстати, я рассказывал в этом видосе. Пройдите по ссылке, посмотрите, там эту комнату с вами как раз штукатурили, и я рассказал какие-то нюансики, которые уже на тот момент знал. Что мне очень понравилось, наш проектировщик городской, зовут ее Юлия. Если нужны контакты, пишите, я вам в комментариях напишу. Ну, если кто-то вдруг с Бийской или с Бийского района. Она нарисовала проект, все это отправила в Барнаул на согласование. Техник – это неделя, проектировщик – это где-то еще плюс две недели. Дальше уходит все в край – это два месяца. Я сильно не спешил, потому что это была зима, и я понимал, что мне газ вообще сейчас не нужен. У меня и финансов на это не было. Были другие планы, я хотел вставить окна в доме. Только что продал свой снегоход. В общем, на тот период планов было громадье, но они были все не в эту тему, не в газовую. Я планировал подводить дом, то есть утеплить дом максимально заранее, а потом уже думать поэтапно, так правильнее. После чего, через два месяца, я начал названивать Юлию. Говорит, Юль, ну какие там движения? Она говорит, Денис, пришел отказ. И самое интересное, в нашей, опять же, системе, я уже говорил вам, что я в ноябре подал документы, а в январе вступили в силу новые законы о том, что если на вашем участке нет водоснабжения, например, то раньше проектировщик просто не указывал этого в плане. А теперь надо взять, съездить в район, взять подпись о том, что там действительно нет водоснабжения. Каждая инстанция теперь, даже если у вас чего-то нет под землей, вы должны поставить подпись, что этого действительно нет. Опять потратили где-то неделю-две на вот эти все катания, доплатили стоимость необходимую, там, тысяча рублей. Кстати, я вам буду в деньгах это говорить. Проектировщик взял пять тысяч, по-моему, или пять, или пять пятьсот, точно не помню. Техник тоже в районе пятерки. Сейчас-то стоит дороже, кстати, на порядок. Сейчас тысяч семь-восемь, наверное, будет стоить за техника. Я даже документы не видел. Эти все документы ходили между техником и Юлей. Я вообще, я просто звонил и спрашивал, что там происходит. То есть на этот момент, это был, наверное, февраль-март, да, у меня вообще не было никакого представления, какие там документы вертятся и что там крутится. То есть все это просто само собой как-то происходило. Я только деньги отдал за вот эти два движения, и все. Наступил июнь, и я уже заволновался, почему это у нас столько времени, уже шесть-семь месяцев, ничего не происходит. На что Юля сказала, все, документы пришли, все подписано, ты имеешь право на газификацию своего дома, теперь просто иди и пиши заявление на подключение технологическое. Я поехал в газовую распределяющую компанию. Кстати, очень важный момент, что вы не имеете права подключить себе газ, если у вас дом не введен в эксплуатацию. Поэтому сначала займитесь этими делами. Взял документы на дом, взял разрешение на строительство. То есть все документы на аренду и паспорта, и ненены. В общем, документы, которые вообще необходимы. Все, что у меня было на дом. Приехал с этим в Газпром и заключил договор на технологическое подключение. Сегодня 9 число июля. Вчера я вам говорил, что получил техусловия. Сегодня мне уже сказали, что надо срочно их забрать. Если я не заберу, то через месяц все вернется на круги своя, и мне придется все опять сначала делать. Итак, я приехал в Газпром, проплатил за договор. Первая часть договора это подвод от газовой магистрали до забора. Я оплатил половину суммы, 23 941 рубль. И еще мне необходимо оплатить будет столько же, когда они приедут работать. И потом вторая часть договора это уже подвод от забора и до моего фундамента. У меня 5 метров плюс вывод вверх и плюс установка крана. Это будет стоить мне 10 500 рублей, еще плюсом. И соответственно на сегодняшний момент сумма, которую мне придется оплатить для того, чтобы от газовой магистрали подошли к фундаменту и поднялись вверх, поставили кран, все, максимум. Это будет 10 500 плюс 47 800, плюс деньги, которые мне уже пришлось потратить техника и на работу проектировщика. Это 4 500, нет 5 500, потому что я еще 1000 доплачивал. И еще 4 500, то есть 11 000, да? В итоге мы получаем уже сумму в размере 70 000. Это только подвод газа и договора. Это еще мы даже в дом не вошли. Смотрите, дальше будет интересно. Но теперь мы, наверное, встретимся месяца через 4 как минимум. Итак, так как в любом случае я знал, что мне газ сейчас не нужен, потому что зима впереди, финансов у меня сейчас вообще просто галяки. Кстати, с вами про лучевые системы разные общаюсь и так далее, а денег просто, ну вот, чисто на поесть. Когда я начинал эту избушку строить в самом первом видосе, у меня есть такая тема о том, что 300 или 400 тысяч на материнского капитала, и мы начинаем этот дом. Сейчас тут уже этих материнских капиталов, можно сказать, штук, наверное, 15-20 закопано. И нет конца и края этой работе. Я считаю, да, осилит путь идущий. Не надо вообще отчаиваться. Если у вас есть реально грандиозное решение построить дом, и есть энтузиазм, и руки заточены откуда надо, я думаю, просто в путь, друзья. Это ничего в этом сложного нет. Надо просто брать и делать. Все, больше никакой науки. Главное мотивашка. Попер и все, и вперед, и до последнего. Это был конец сентября. Я позвонил первый раз в газораспределяющую компанию, ну, в Газпром. И мне сказали, друг, звони в октябре. Да, в октябре. И весь октябрь опять звонил. Ну, там было, знаете, как неделя, неделя. То есть каждый понедельник, допустим, звонил. И мне говорили, подожди, еще не пришло. И вот в ноябре документы вроде пришли. В принципе, все готово. Можно уже копать. Но новая проблема. Нет техники. Есть момент не совсем приятный. Но это может быть какая-то аферка. А может быть так, в принципе, и должно быть. Я, честно, не очень просто в этом разбираюсь. Если вы хотите подключить газ прям быстро-быстро-быстро, копайте сами траншею. Насколько я не общался с ребятами, которые уже сделали себе газ, все говорят, что в пень въезжает официально Газпром на моменте копки траншеи. То ли это экономия какая-то, то ли реально у нас в России с техникой проблема в самой богатой энергетической стране. Я не знаю. Ну, в общем, спустя эти месяц-полтора уже даже, честно, запутался во времени. Мне позвонили, сказали, все, звезды сошлись. У нас не бара, у нас реально трактор. Он едет к вам на территорию. Приезжайте. Я радостный, округленный, примчал сюда. Попросил папу, чтобы он проконтролировал. Потому что у меня времени было конкретное количество. И мне надо было опять на работу. Только что позвонили с Газпрома. Ко мне уже приехали ребята. Они сейчас ждут трактор, который будет копать. Вот, на один шаг я уже ближе к отоплению. Блин, я счастлив, друзья. На видео все интуитивно понятно. Поэтому пока есть свободная минутка, поспешу отчитаться перед вами о моих умозаключениях по вопросу отопления дома. И заодно поблагодарить за те советы, что вы дали мне в прошлом выпуске. Итак, мысли на сегодня. Я выбрал комбинированную систему отопления. Подвал только теплые полы. Первый этаж теплый пол. И на втором этаже санузел и коридор. Скорее всего, радиаторная сеть будет через петлю Тихельмана. Но это еще решается. Добавил в систему отопления бани теплыми полами, потому как 30 квадратов не так много, но суета по сливу воды в зимнее время себе дороже. Возможно, сделаю баню на насосной группе со своим теплоносителем. Пока тоже об этом только думаю. Что есть и чего уже не изменить, это моя покупка гидрострелки и распределительного коллектора до 85 кВт на 4,7 групп. В Инстаграме я выкладывал фото своей обновки. Таким образом, я окончательно остановил себя на коллекторном типе разводки. И теперь дело за малым. Приобрести все это по мере накопления средств и смонтировать в нашем домике. Сейчас прокапываем траншею, закладываем туда трубу. Потом должны приехать еще компрессионщики, которые закачают туда определенное давление. И если все в порядке, тогда ее врезают уже в магистраль в основную. Команда работала очень слаженно, виден профессионализм. Но замечания, конечно же, есть. Об этом дальше в выпуске. В целом, несмотря на огрехи, я все же остался доволен своим выбором. И если вы еще не определились с подрядной организацией, то я советую. Работайте с «Газпромом». Пусть это тяжело, муторно, бюрократично и сложно, но эта компания, которая действительно сделает это качественно, не будет никаких потом докапов до частных компаний, что тут не так, это не так. Вот так, нормально? Да. Моя спешка проложить магистраль до зимы еще и в том, что весной мне нужно долить отмостку. Грунт за зиму успеет просесть, и этим я сразу сделаю два полезных дела одновременно. Сейчас думаю, с каких этажей мне лучше начать прокладывать сети. Если есть риск, что сделать за следующий сезон, все этажи у меня не получатся. Прокопали, молодцы, классно. Спасибо вам большое, ребят. Трактор два раза ломался, но это вообще не страшно. Кстати, на видосе даже есть, как приехала «Газель», и она тоже сломалась. Ну, наверное, это просто какое-то стечение обстоятельств. Не уверен, что это проблема в вас. Сейчас проверят на три атмосферы, чтобы они держались максимально долго. И если все в порядке, то можно будет закапывать и уже прокалывать газомагистраль. И у меня появится газ. Я понимаю, что те ребята, которые копали газ у нас на участке, они сейчас смотрят этот видос, потому что я им дал ссылку на канал. Ребят, ну честно, ну вот, блин, ну как можно было закопать-то кривую трубу? Я понимаю, что летом я это все откопаю, поправлю, все это сделаю. Ну почему я должен это делать сам за 48 тысяч? Ну вот только вопрос, ребят. Я уехал, потому что мне нужно было на работу срочно. Ну, тут даже относительно дома видно, что криво. Ну, это же не сложно. Поправил, подтрамбовал. Я действительно просто хочу, чтобы... Ну, в нашей стране делалось все нормально. Ну зачем? Ну, это что, прикол такой? Ну, подтрамбовал, поправил. Почему-то я в своей работе стараюсь делать все аккуратно, педантично и очень грамотно. Но почему вот так все? У меня, кстати, и к электрикам есть вопросы, на самом деле. Вы, конечно, не смотрите наш канал, вам не до этого. Вы, наверное, нас вообще не смотрите. Как и не смотрите на то, как вы устанавливаете столбы. У вас же есть шнурка, у вас есть бураям. Ручкой подняли, воткнули столб, притрамбовали, все. Но почему у нас линия электрики идет вот так? Не буду разгоняться. На следующий же день поехал в Газпром, оплатил вторую часть половинки. Это опять 24 тысячи, это технологическое подключение. Что интересно, что до 200 метров вашего участка до газораспределяющей этой линии, что метр одинаковый, технологическое подключение обойдется в 48 тысяч рублей. И третья часть, которую вам нужно будет оплатить, это подвод от забора до вашего фундамента. Кстати, что интересно, тоже у меня вопрос был, но мне на него так и не ответили. Почему не ставится заглушка на кран? То есть сейчас я могу открыть кран, и у меня просто пойдет наше голубое топливо в воздух. Я поставил там сам заглушку, почему-то ее не ставят по умолчанию. Может быть, просто у меня так получилось, не было ее с собой, наверное. И теперь мне посчитали, что внутри фундамента войти, то есть пройти трубой и подключиться к котлу на мое расстояние, это тоже будет где-то в районе 15 тысяч рублей. Не важно, кто это будет делать, газовая компания наша, Газпром, либо это будут частники делать, но я еще раз рекомендую все-таки обращайтесь к Газпром, потому что потом меньше будет заморочек с вентиляцией, с окнами. Ребята, реально, если они делают, то они и отвечают очень хорошо за это. Вот такая вот история по газу. На сегодняшний день, продолжение нашего сериала, это к нам подошел газ. Друзья, это просто классно. То есть все, теперь я занимаюсь уже отоплением, я уже знаю точно, что с газом нет сложности, осталось только трубу подвести, включить кран и все, и голубое топливо в доме. То есть теперь копим деньги и начинаем. Самое интересное, это работы по отделке внутри дома. Ну, я думаю, кому-то я помог по газу, кому-то подстрекнул на строительство своего дома. Если это произошло, я очень рад. До скорых встреч, увидимся, пока-пока.